Если вы давно смотрите мой канал, то знаете, что я люблю, чтобы все было по полочкам, структурировано, потому что и вам так легче смотреть и усваивать материал, а мне так проще рассказывать и пытаться донести свои мысли. И так как мой канал связан с техникой, я решил поделиться методами и полезными привычками, которые лично мне помогают в жизни, которые я сам для себя выработал и стараюсь их придерживаться, которые мне помогают держать все в чистоте, чтобы все было в порядке. Я никогда ничего не терял и все успевал, по крайней мере, я стараюсь это делать. И сейчас я расскажу вам о 28 вещах, которые лично я придерживаюсь. Что-то достаточно банальное, что-то менее, но если я вас хоть как-то замотивирую, я буду очень рад. Давайте начинать. Первое достаточно простое. Наведите порядок в своем смартфоне, что касается установленных нам приложений. На iOS, чтобы это было проще сделать, заходим в библиотеку приложений, делаем свайп сверху вниз, так они будут отсортированы по алфавиту. На Android просто открываете меню приложений, там автоматически все будет отсортировано. Я думаю, у каждого человека есть пару-тройку приложений, которые вы могли скачать на один раз, либо уже давным-давно не пользуетесь, они лежат у вас на смартфоне, забивают память, возможно, еще как-то работают в фоне. Поэтому смело их удаляем, если что, скачайте заново, ничего страшного. Следующее также достаточно простое, но по моему опыту почему-то большинство людей это не делает. Просто пройдитесь по абсолютно всем настройкам вашего смартфона. Возможно, есть некоторые вещи, которые вас как-то напрягают в смартфоне, но вы с ними смирились, либо вы даже не знаете некоторых вещей, которые у вас есть в смартфоне. Вы пройдетесь по настройкам, их отрегулируете, возможно, что-то подправите, о чем вы также могли как-то не догадываться. И особенно я бы, конечно, рекомендовал уделить внимание уведомлениям. Отключите всю ненужную фигню, весь спам, то есть вас что-то напрягает, отключаем полностью уведомления. Лично я для себя оставил только те приложения, которые мне действительно по-настоящему нужны, чтобы от них приходили уведомления. Если мне нужно это приложение, я туда сам зайду. Зачем оно мне будет дергать, например, своей рекламой, либо еще чем-то? Не надо. Это только забивает время и отвлекает. Следующее также связано с настройками, но уже конкретно с каждым приложением. И опять же, если вам супер лень, обязательно проходиться по каждому, хотя бы по самым часто используемым. Например, в том же Инстаграме есть отдельная строчка с уведомлениями по конкретным действиям. Например, зачем получать уведомления о каждом лайке? Ибо, например, у меня сейчас не установлен WhatsApp, я его удалил, но в WhatsApp, я знаю, есть настройка, которая скачивает все фотографии и видео, которые вы получаете. Я думаю, у каждого есть бабушка, либо какие-то другие знакомые тети, которые вам постоянно скидывают всякие открытки, вам-то все закидывается на телефон. Нафиг это надо? Зайдите, посмотрите, что-то можно отрегулировать и настройте так, как вам нужно, чтобы вас это устраивало. Следующий мой совет касается мыслей, идей. Бывает, что вы о чем-то думаете, опс, пришла какая-то гениальная идея по вашей работе, по планам на будущее. В общем, разные. Сразу же запишите ее в заметки. Думаю, каждый знает, что вот бывает, что-то придумаешь, и потом эта мысль либо как-то меняется со временем, либо ты ее полностью забиваешь. Все, это нужно завести привычку. Что-то придумали, сразу же записывать. У меня бывает такое, что я уже лежу перед сном, засыпаю, потом опс, появляется из ниоткуда гениальное название видео, ну как мне кажется на этот момент. Я беру его и записываю, потому что если засну, проснусь, либо это название уже будет не таким красивым, как мне показалось перед сном, либо я его попросту забуду. Опять же, это один из моих примеров, но если вы будете записывать все ваши хорошие мысли в заметках, то потом скажете себе спасибо. Пятый совет. Любые мероприятия заносим в календарь. Под мероприятием я имею в виду что-то продолжительное и о чем вам желательно бы знать как минимум за пару часов и желательно за день, что это мероприятие произойдет. Это может быть все, что угодно. Поход к доктору, записали собаку на стрижку, нужно сходить там будет в кино через неделю с друзьями. Я сейчас буду приводить пример на родном календаре в iOS. Это может быть любой другой календарь с поддержкой нескольких аккаунтов. Я рекомендую использовать именно Google аккаунт. Чуть позже я покажу, где можно отрегулировать аккаунты конкретно на iPhone. Но в календаре я что обычно делаю? Добавляю мероприятие, название, его начало, конец не обязательно, календарь выбираем. В данном случае у меня, как видите, Google аккаунт. Либо можно семейный Google аккаунт. Это также чуть позже покажу. Первое напоминание за два часа и второе напоминание за один день, чтобы я понимал, что завтра мне что-то предстоит. И если вдруг я все равно об этом забыл, то за два часа мне телефон напомнит, что у меня будет такое-то мероприятие. Почему Google аккаунт? Все очень просто. Пользуетесь ли вы либо iPhone, либо Android смартфоном, либо ноутбуками, там в браузере также можно спокойно пользоваться Google аккаунтом. Тот же iCloud, например, все-таки ограничен экосистемой Apple и в браузерах он работает не очень. Google аккаунт работает прекрасно везде. Где его можно добавить? Конкретно на iPhone. На Android смартфонах он по умолчанию. Для этого заходим в настройки, дальше ищем контакты, учетные записи. И здесь добавляете ваш Google аккаунт и синхронизируете календари. И для удобства можете, например, iCloud отключить календари. В общем, там это все можно удобно сделать. Потом все будет синхронизироваться мгновенно. Пофигу, каким устройством вы пользуетесь, Google аккаунт работает прекрасно. А также по поводу семейных мероприятий. Его прелесть в том, что вы добавляете мероприятие на своем смартфоне, оно раскидывается по всем членам вашей семьи. Я, например, всегда так делаю, когда мы идем с женой в кино, чтобы она не забыла. Я добавляю поход в кино, но такой это семейный календарь и ей на телефон также приходит уведомление, она об этом помнит, а также видит в своем календаре. Это очень удобно. В данном случае в календаре это настраивается таким образом. Календарь, аккаунт, в данном случае Jeffers Soins это мой личный аккаунт, а семья, соответственно, это мероприятие добавится всем членам семьи. Где это можно настроить? Для этого заходим в браузер, в любой поисковике вбиваем семейный аккаунт Google. И по первой ссылке families.google.com там добавляете Google аккаунты вашей семьи и все, вы будете семьей. А также прелесть этой семьи в том, что если вы покупаете семейную подписку на YouTube премиум, то она также добавится всем членам семьи и у вас не будет рекламы. Если что, я об этом уже снимал видео, если хотите, потом посмотрите. Следующий мой совет касается напоминаний. Их отличие в том, лично для меня, что мероприятия, они какие-то продолжительные и о них нужно знать заранее, чтобы к ним как-то подготовиться. Напоминания же, лично я для себя делаю, что они наступают в моменте. То есть, мне сейчас это нужно сделать и неважно когда. Сегодня вечером, через неделю, либо даже через год. Я об этом, по крайней мере, не забуду и мне напоминания напомнят. Например, очень прикольный лайфхак, который лично я для себя выделил. Подписывайтесь на какой-то сервис и у вас там будет, что подписка заканчивается такого-то дня через несколько месяцев, например. Чтобы об этой подписке не забыть, добавляйте себе напоминания, что, например, отменить такую-то подписку за день, либо за несколько дней до окончания этой подписки. Если она вам не понравится, вы от нее отпишитесь и с вас не спишут деньги. Но если понравится, то отменять не будете, но, по крайней мере, вы об этом не забудете. И, в общем-то, все мелкие дела, которые наступают на моменты, которые мне нужно сделать в течение дня, либо даже через несколько месяцев, я добавляю в свои напоминания и просто разгружаю этим голову и об этом не думаю. Седьмой мой совет касается контактов. Опять же, я бы вам рекомендовал использовать Google аккаунт для их хранения и синхронизации. Вы можете менять телефон и хоть каждый день контакты у вас будут легко синхронизироваться, не нужно будет вручную мучиться и их переносить. Это полный гемор. С Google аккаунтом все очень просто. Опять же, заходим в «Настройки», дальше ищем «Контакты», «Учетные записи», оставляйте синхронизацию контактов, а iCloud отключаете, либо как-то их импортируйте сначала на Google, а потом отключаете. Если у вас, опять же, Android смартфон, там это, скорее всего, все работает уже из коробки, потому что Google аккаунт у вас там и так уже есть. И что касается контактов, также крайне рекомендую добавлять помимо номера телефонов еще и email человека. Это очень полезно. Например, если вы, опять же, пользуетесь Gmail, вы можете просто писать имя человека и у вас подберется сразу его почта. Это офигенно удобно, лично мне часто очень помогает. Добавляем его адрес, если, например, вы входите в гости, для того, чтобы не спрашивать, какая у тебя там квартира. Я забыл, особенно если вы там живете в муравейниках, там по тысяче квартир. Это удобно. И также день рождения. Это день рождения появится в качестве мероприятия в календаре. И вы не забудете, что у человека день рождения, опять же, очень удобно. Следующие три света связаны с сервисами и приложениями. Первое – это госуслуги. Если вы по какой-то причине еще не зарегистрированы в госуслугах, почему нет, сделать это. Тем более, сейчас это сделать максимально просто. Раньше, я помню, когда ты регистрировался, ходил на почту, поддерживал свою личность. Сейчас достаточно это сделать из банковских приложений, например, Сбербанк либо Тиньков. Просто вводите свой номер телефона, там email и все, у вас подтверждается личность. Вам открывается доступ к сотням государственных услуг, сменить прописку временную либо постоянную, там какое-нибудь пособие получить. Это все дико удобно. Госуслугами все, что вам останется сделать, это уже прийти, например, в МФЦ и получить услугу. А не так, что туда нужно приходить, записываться, а потом приходить. Через телефон все сделали в два клика, там узнали, что вам нужно и все. В общем-то, опять же, будете очень сильно экономить время и также деньги. Следующее приложение, которое я советую установить всем, это приложение для хранилища дисконтных карт. В данном случае лично я пользуюсь. Кошелек, вы можете пользоваться чем-то другим, если найдете что-то лучшее в Google Play Market либо в App Store. Мне чем нравится кошелек, то что он официально работает с крупными сетями и у вас синхронизируются все ваши баллы. Соответственно, вот у меня дома перекресток. Я не пользуюсь их приложением, потому что все начисления и списания баллов работают здесь. Это дико удобно. В общем-то, зачем носить пластик? Это сейчас уже не нужно делать. Все прекрасно работает в приложении. А также, на айфоне у них есть офигительный виджет. Вот, у меня здесь есть все мы часто используем карты. Я даже не захожу в приложение, просто нажимаю сюда и у меня открывается и карта. Я пробиваю, у кассира очень удобно. Десятый мой совет. Не забывайте пользоваться кэшбэком. Опять же, в данном случае это не реклама, просто я им уже давным-давно пользуюсь. Бэкит, вы можете пользоваться любым другим. Например, Letyshops очень популярен. Возможно, что-то еще, если честно, я не знаю. Лично мне в данном случае Бэкит нравится тем, что здесь можно выводить деньги без комиссии, но с определенным лимитом. Вот 10 долларов и, возможно, там 500, либо 1000 рублей, я не помню. Но постепенно это все копится и, в общем-то, потом ты их и водишь. Здесь один лайфхак, такой небольшой совет. Если, опять же, вы что-то хотите покупать в интернете, сначала заходим на кэшбэк и потом заходим в интернет-магазин. И здесь самое главное — никогда не добавляйте в корзину товары заранее. Нужно добавлять товары в корзину после активации кэшбэка, иначе вам не начисят кэшбэк. У меня такое пару раз было в самом начале их использования, я это потом надолго запомнил и все. Добавляю сначала товары, например, в избранные, а потом из избранного, после уже активации кэшбэка, добавляю их в корзину. Следующий большой блок касается файловых хранилищ. И первый мой совет, если вы еще по какой-то причине не пользуетесь, но я думаю, что большинство пользуются, выберите себе файловое хранилище. Google Drive, Яндекс.Диск, Mail.ru, Dropbox — отлично. Я пользуюсь, опять же, Google Диском и почта Gmail, хранилище Google Drive и контакты там все хранятся, и, в общем-то, это очень удобно. А также эти сервисы могут между собой взаимодействовать, иногда это действительно полезно. Если вы заметили, я не упомянул iCloud, потому что, опять же, iCloud завязан на экосистеме Apple. Если вы вдруг захотите сменить ваш смартфон, либо, например, на Windows ноутбуке нужно будет посмотреть файлы, это очень геморно, iCloud даже в вебе работает, ну, как по мне, очень, не очень, а все остальные сервисы, кто завязан на CrossPlatformist, работают отлично. Следующий мой совет — если вы уже пользуетесь файловым хранилищем, наведите здесь порядок. Я у очень многих людей видел, что просто забросаны файлы в общую папку, потом тут что-то нужно искать, очень много мусора, который уже просто эти файлы не нужны, их стоило давным-давно удалить. Если, например, вы уже удалили весь лишний мусор, разбросали файлы по папкам, например, там учеба, работа и так далее, но есть некоторые, например, файлы, которые, ну, обидно как-то удалять не хочется, тем не менее, вы уже не пользуетесь ими так часто. Например, я уже закончил универы, школы и мне вот эти файлы учебные, они мне уже, скорее всего, никогда не понадобятся, но удалять все-таки обидно, я над ними работал. Поэтому заведите себе альтернативное файловое хранилище, у меня, например, такой Яндекс.Диск и вот весь такой как бы мусор я скидываю туда, потому что, чтобы оно не занимало место, например, на том же Google-диске, пусть занимает там, если что, можно завести третье хранилище для каких-то других вещей. В общем-то, вот так вот ими управлять и, например, одно основное, второе альтернативное, третье там еще для чего-то. Следующий, тринадцати советов, у меня есть специальная папка «Документы» и я вам рекомендую отсканировать все ваши основные документы. Паспорт, СНИЛ, СНН, свидетельство рождения там и все, все, все. Почему это важно и иногда очень сильно полезно? Например, вы где-то регистрируетесь, вам нужны там права закинуть, вам не нужно будет их фоткать и они у вас сразу будут. Либо ИНН где-то нужно будет посмотреть, я свое не помню, но язуюсь, я всегда смотрю здесь. Паспорта также, в общем-то, это очень часто нужно. Также небольшой лайфхак, если, например, вы где-то регистрируетесь, там нужно вводить, где был выдан паспорт и так далее и тому подобное. У меня, например, это огромнейшая фраза, там ТП, номер такой-то, такой-то там области, такой-то город, бла-бла-бла, там я себе завел специальный документ текстовый, где я вписал всю информацию в паспорте, просто захожу, копирую, вставляю, также очень дико удобно. Четырнадцатый совет. Вот, например, вы добавили себе в папки файловое хранилище, все тут навели порядок, все у вас круто. Иногда делайте бэкапы, например, на компьютер, установите приложение Google Диск на компьютер, там просто его сканируйте, например, на внутреннюю папочку, либо на внешний диск какой-нибудь, всякое бывает, и я иногда его обновляю раз в пару месяцев и пишу дату последнего обновления. На всякий случай пусть будет, не будет лишним. Следующая подсекция также связана с файлами, но с их конкретными типами — это фотографии и видео. И первое, если вы вдруг храните все ваши фотографии в памяти смартфона, заведите себе какое-нибудь облачное хранилище Google Фото, Яндекс Диск, там также есть хранилище отдельное для фото. Если вы пользуетесь айфоном и только iCloud, то это, конечно, здорово, но, опять же, если вдруг вы захотите себе сменить устройство, либо еще что-то, то от iCloud уйти будет очень сложно, на Android, например, его нет. На Windows ноутбуках в онлайне также его можно смотреть, но очень геморренно. Поэтому лично я для себя использую Google Фото, потому что кроссплатформенно и работает абсолютно везде. Раньше Google Фото вообще было безлимитным, можно было грузить хоть как угодно фотографии и видео, сейчас они сделали лимит в файловое хранилище Google Диска, но фотографии там все равно оптимизируются и занимают не очень много, а если вы фотографируете вообще редко, то вам этого хватит на года даже стандартного хранилища. А также плюс этих онлайн хранилищ то, что, например, у вас телефон с малым количеством внутреннего памяти и вы можете очищать их от фотографий и видео. У меня, например, телефон на 64 гигабайта, но при этом у меня занято 38 гигабайт. При этом у меня есть все, что мне нужно. Я делаю достаточно много фотографий, раньше так делал вообще очень много, видео снимаю, у меня все хранится в онлайне. Если вы опять же хотите как-то экономить, покупать телефоны с меньшим количеством памяти, либо у вас уже такие, онлайн хранилища фото и видео — отличный выход. Шестнадцатый мой совет — если вы уже пользуетесь онлайн хранилищем, заведите себе привычку удалять дубликаты, либо какие-то неудачные моменты, файлы. Обычно фоткают всегда по много раз, потому что, ну, не жалко, это же не пленочная фотография, где каждое фото на вес золота. На телефоне можно фоткать сколько угодно. И когда особенно Google фото был безлимитным, я знаю много людей, которым вообще не запаривались, сделали фотосессию, там по 200-300 фоток закидывали, все, оно грузилось. Я для себя еще давным-давно выработал привычку после каждой какой-нибудь фотосессии, там на прогулке, либо еще где-то отсматривать материал, удалять все лишнее, неудачные кадры и оставлять только то, что действительно полезно. Почему это важно, особенно сейчас? Потому что сейчас все файловые хранилища условно бесплатные, то есть вам дается какой-то лимит гигабайтов, а потом нужно платить. Соответственно, если у вас выработается привычка удалять все лишнее, вы будете экономить эти самые мегабайты и гигабайты. А также у меня, например, огромная библиотека фото и видео, вот видите, и мне не жалко, во-первых, ее показать другим людям, потому что она чистая, и я знаю примерно, где находятся мне нужные фотографии и видео. У меня чистая библиотека, каждая фотография удачна, его интересно время от времени посмотреть и, в общем-то, очень круто, когда у тебя вот такая подобная чистая библиотека, это очень здорово. Я рекомендую вам сделать эту привку для себя, также удалять неудачные фотографии, скажите себе потом спасибо через несколько лет. А также 17 совет, если вы, например, пользуетесь тем же самым Google фото и переживаете за сохранность вашей библиотеки в онлайне, также можно делать бэкапы. Для этого заходим в Google аккаунт, далее данные и персонализация, ваши действия и данные, фото загрузить. И вся ваша библиотека будет скачиваться, там это делается не очень быстро, но время от времени, например, раз в полгода можно делать. Следующая секция связана с браузером и безопасностью. И первое, это, конечно же, закладки. Во-первых, если вы заходите на какие-то сайты постоянно и вбиваете их в поисковике, а потом заходите либо вбиваете напрямую поисковую строку. Зачем это делать? Добавьте сайт в избранное и все, это же так просто. Если у вас много сайтов, добавьте много файлов в избранное и разложите их по папкам, например, тематически. У меня, например, это Google, Яндекс, там с YouTube связано и разные, что не относится ни к одному из трех перечисленных ранее. У меня, например, на работе еще больше папок, там штук 10 всевозможных. Я знаю, где находится каждый конкретный сайт папки и имею к нему быстрый доступ. Чтобы это ускоряет твою работу и вообще намного удобнее. И здесь, опять же, свет уже пользуется закладками. Если у вас очень много закладок, у меня в свое время их было прям дофига. Бывает всякий мусор накапливается, либо чем-то ты уже не пользуешься. Также пройдитесь, отфильтруйте то, что вам уже не нужно, удалите, возможно, как-то пересоберите папки. В общем-то, я уже довольно-давно пользуюсь таким набором. Вначале у меня тоже было много папок, там всякое полезное, не полезное, там закладки почитать. Никогда ты не читаешь статьи, которые не читаешь сразу, либо инструменты многие устаревают. В общем-то, иногда тоже полезно проходиться и очищать то, что вам уже не нужно, либо как-то устарело. Следующее — это пароли. Для начала разберемся, где хранить ваши пароли. Например, у вас такая связка iPhone плюс Windows ноутбук. Если вы пользуетесь исключительно iCloud на iPhone, то на Windows вам неудобно иногда заполнять пароли. У вас там, например, Chrome, у вас общая база сбивается, это неудобно. Я бы что вам рекомендовал сделать. Например, у вас как раз-таки такая связка iPhone плюс Windows ноутбук. Скачайте себе Google Chrome на iPhone. Используйте его исключительно в качестве менеджера паролей. Для этого заходим в настройки паролей, там будет автозаполнение паролей и добавьте туда Google Chrome. После этого, например, у вас будет спрашиваться какой-то пароль на сайте, и вы там можете выбрать iCloud либо Google Chrome. Это очень удобно для автозаполнения паролей. И следующий совет, конечно же, наведите порядок с паролями. Здесь достаточно много работы, это не просто, особенно если вы пользуетесь многими сервисами. Но как только вы это сделаете, поверьте, уйдет много головной боли и жить станет намного легче. Во-первых, проверьте сервисы на утекшие пароли. Для этого можно зайти в настройки, пароль, если вы пользуетесь в Cloud, там есть такая штучка, проверите на утекшие пароли, либо заходите в Google Chrome, там тоже есть такая настройка. И проверяйте, возможно, где-то ваши пароли утекли, браузеры проверяют их по базе данных, которые время от времени вскрываются. И если какой-то из ваших паролей утек, то, соответственно, нужно его незамедлительно поменять. И здесь следующий вопрос, а какими паролями пользоваться? Один-два пароли на все сервисы — это достаточно небезопасно. Поэтому, если вам не лень, открывайте список всех ваших паролей, очищаем все ваши пароли от всевозможного трэша, одноразовых паролей, оставляем список тех сервисов, которые вам действительно нужны. Заходите на конкретный сайт и меняете там пароль на сайте. Возможно, у вас там даже уже будет храниться неправильный пароль, если что, восстановите. И когда вы будете менять пароль, то браузер, скорее всего, вам предложит защищенный там супер-мега пароль, сложный, и Google Chrome и Safari это делают. Бывает такое, что сайты сделаны плохо, и браузеры не распознают, что это форма заполнения именно пароля. Для этого заходите на сайт Password Generator, например, там делаете, какой сложности вам пароль нужен, и генерируете, копируете и меняете на каждом конкретном сервисе. И после этого у вас будет единая база паролей, у каждого сервиса будет свой уникальный пароль, и это офигительно удобно и, самое главное, конечно же, безопасно. Следующий совет касаемо браузеров, особенно компьютеров, мобильных тоже, но, возможно, не так сильно. Чистим кэш и иногда, возможно, также и куки. Со временем этого всего накапливается очень много, из-за этого, кстати, могут тормозить браузеры. Чистка время от времени очень сильно помогает. Если вы пользуетесь Google Chrome, на компьютере это сделать очень просто, на мобиле тоже там в настройках можно еще что удалить кэш, особенно если вы пользуетесь Android смартфоном. Что касается Safari, здесь уже интереснее. На iPhone заходим в настройки, после этого ищем Safari, после этого спускаемся в самый низ, нажимаем «Дополнения» и «Данные сайтов». Те, которые занимают прям очень много, по сотне мегабайт, можно очистить. Со временем они все равно будут набираться, но, по крайней мере, память смартфона вы сможете немножко очистить. Следующий блок связан с электронной почтой. И первый мой совет — если у вас одна почта, то нет никаких проблем. Но если у вас две, возможно, три, четыре, возможно, больше почт под разные задачи, скорее всего, вы пользуетесь каким-нибудь почтовым сервисом и там переключаетесь между аккаунтами. И это, согласитесь, не очень удобно. Но есть один лайфхак — можно все ваши почты объединить под один аккаунт. В данном случае у меня все почты соединены в Gmail. Фишка в том, что все письма, которые приходят на разные ваши ящики, они все потом приходят на один аккаунт. Это очень-очень удобно. Синхронизация также быстрая, но это нужно сделать на компьютере. Для этого заходите в Gmail, настройки, секция аккаунты и импорт. И если у вас всего две почты, которые хотелось бы объединить, то можно воспользоваться функцией Gmailify. Это достаточно просто. Просто вводите логин, пароль и все там автоматически синхронизируется. Если у вас три почты и более, то остальные можно добавить через функцию отправить письма как. Там также нужно будет ввести логин, пароль и, возможно, какие-то другие данные от почтовых сервисов. Но если что, их можно пробить, например, там и Map, Outlook, либо тому подобное. А также фишка еще и в том, что вы отвечать будете на письма именно с тех аккаунтов, на которые они и пришли. Либо можете выбрать, чтобы письмо на второй ящик ответить с третьего аккаунта, либо с первого аккаунта. В общем-то очень удобно. Либо в Gmail можно отрегулировать, чтобы отвечать на все письма с одного аккаунта. Следующее, это, конечно же, навести порядок в почтовых ящиках. Самое главное, конечно, завести себе привычку. Если вам приходит какой-то спам, заходите на это письмо и внизу обязательно по закону будет ссылочка «Отписаться». Вот, например, есть фраза «Отписаться от этой рассылки». Мы на нее нажимаем, нас перекидывает на сайт Яндекс.Афиша в данном случае, подписка отменена. И следующее, если, например, вы пользуетесь ящиком уже достаточно давно, если пользуетесь тем же Gmail, то некоторые письма занимают память на файловом хранилище. Для этого удобно зайти на Gmail с компьютера и там отсортировать письма по их весу и, например, удалить те, где много картинок, либо какие-то старые файлы, которые вам уже не нужны. Тем самым вы очистите Google Drive, например, для тех же фотографий и видео Google Фото будет больше места. Следующий мой совет, если вам приходят какие-то ключи активации, либо еще какие-то письма, которые, например, очень важны, которые, возможно, вам понадобятся через несколько лет, либо будут всегда важны, добавляйте на них звездочки и все, они будут храниться в специальной папочке, не нужно будет потом их искать в поиске, либо еще как-то это очень сильно экономит время. И последнее, что касается почтовых ящиков, когда вы уже там навели хороший порядок, вам очень редко приходят спамные письма, вы от них отписываетесь, но вам приходят какие-нибудь деловые письма, например, по работе, еще что-то. У меня есть такая фишка. Если вы уже сделали задачу по этому письму, то вы его делаете прочитанным, но если вы не сделали, то вы оставляете письмо не прочитанным либо в качестве напоминания себе, что это когда-то нужно будет сделать, либо просто помнили, например, какой-то задачи, поэтому Если ей вот, например, есть письмо исследования по умным дисплеям, Я его оставил непрочитанным, чтобы о нем помнить, хотя я уже добавил его в себе напоминания. И в таком случае почтовик становится типа туду-листом, что вам нужно сделать, а что вы уже сделали. Следующие два совета касаются социальных сетей. Например, вы подписаны на всевозможные группы, там все такое, вам уже что-то неинтересно, смело проходимся, отписываем, как, например, приложение. Открываете список и такой, о, так, мне это уже неинтересно, отписываемся. Оставляем только то, что нам действительно интересно, чтобы это не забивало ленту. И самый последний совет, очистите вашу страницу от всевозможного сомнительного контента. Мы сейчас живем в такое время, что может прилететь, там, двугодичные посты, либо там репосты, и так далее, и тому подобное. На всякий случай, даже если уверены, что у вас все чисто, просто пройдитесь там по истории ваших постов, что вы там репостили, возможно, что-то стоит удалить. Будете устраиваться на работу, будут штурдировать вашу страницу, такое тоже бывает. И вам, чтобы вам не было стыдно за это, удалите всякий сомнительный контент. Опять же, может всякое случиться, и это, я думаю, что вам обязательно пригодится. Очень надеюсь, что я кого-то замотивировал. Не обязательно делать, опять же, все подряд, но если вы будете делать что-то, но от этого ваша жизнь станет легче, я буду очень рад. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok